Огненное шоу Огненное шоу Огненное шоу Огненное шоу Огненное шоу Огненное шоу на веревочке по и поэтому в общем-то называть тех кто именно по и крутят поирщики ну понятно да потому что фаер-шоу реквизита очень много всякого разным веера став и там чего только нет то есть сегодня мы разберем только по и и это их уже великое множество ну как бы скажем так огненные поймы естественно в домашних условиях крутить не станем ради безопасности поэтому там надо специально выйти отдельно там поджечь их там керосином сдобрить то есть все это мы сейчас делать не будем но в домашних условиях чтобы так для своего удовольствия подучиться чтобы уже потом до огня брать потому что ну все таки не стоит сразу с огня начинать а то мало ли где то что подпали чтобы не подгореть давайте тогда смотрим какие виды бывают самый вот простой тренировочный бой это мы берем шнурки и теннисные мячики просто делаем дырочку в теннисном мяче засовываем туда шнурок ну там с помощью шила там и тогда засовываем шнурок и крутим уже собственно мячики так но это самый простой вариант это да это самый простой вариант он является наиболее удобным почему теннисные мячики иногда для утяжеления туда еще насыпают тоже какой-нибудь крупы там можно манку можно гречку они так не очень легкие ну да то есть на самом деле боевые пои ну вот фаер пои они как называются боевые по они достаточно тяжелые увесистые а какой то есть определенный вес сколько вот должны весить или нет ну вот я вот по граммам точно не скажу но по ощущениям они должны быть сравнительно увесистые вообще для тренировочной они должны быть немножко мягкие чтобы ты же себя ну да конечно они откатят но кстати насчет тоже правильно сказал насчет мягкости теннисные если у тебя с размаху два теннисных меща тебе прилетят в лоб звездочки у тебя я играла по мягче мы используем крупу то есть вот сегодня у нас будет пшонка здесь внутри находится гречка то есть мы берем носок гольф туда засыпаем крупы и столько по весу тоже комфортный лучше потяжелее потому что потяжелее у них инерция больше они крутятся легче вот здесь вот например можно потрогать если три с находится ой ничего не какие красивые во первых ленточки потому что это тоже скажем так мейт просто взята ткань сшита в шипе ленточки ну чтоб эффект огня сейчас мы пойдем да то есть надо просто траекторию чтобы у тебя да понятно да так и я вот вижу еще такие есть это беленькие шарики на на секрет какой-то да у них есть секрет у них есть кнопочка включения но правда тут светло да но в темноте когда они крутятся это хорошо видно что они еще мигают еще цвет меняют ленточки завязаны это уже мое самостоятельно вот они на самом деле очень близки к теннисным мячиком и по ощущениям то есть не похоже то есть это такое получается безопасное фаер-шоу да не подожжешь а ну конечно менее эффектно чем прям с огнем потому что я говорю профессионально они же не только огонь крутят они еще меняют реквизит они фейерверки фейерверки дым то есть там вообще прямо сейчас попробовать сделать что-то вот а сделать да то есть для домашних условий скажем так что вот захотелось для души так как мы берем на гольфы носки в общем и носки да вы но они тянутся поэтому нам надо что вот у нас носок был где-то как рука по длине хорошие может быть чуть-чуть коротковаты будут едем не растягиваются прекрасно то есть они под тяжестью собственно это начинки на начинке будут оттягиваться и мы сейчас будем засыпать мы засыпаем берем чашечку главное что нам нужно засыпать одинаковое количество потому что чтобы они были одинаковые да да нам нужно если мы например физкульт-пред прокачиваем руки а то нам же нужно их прокачивать одинаково между прочим это очень полезное упражнение для как раз вот ярко выраженных левшей или ярко выраженных правшей потому что ну как скажем так а нормализует баланс да то есть нужно с двух сторон как бы начинаем поначалу сразу предупреждая за спать третью кружку да я тоже сейчас третью молодец так проверим так вот три кружки у нас есть в пяточку мы уже насыпали под тяжестью тут уже начинает он у нас так сколько ты засыпала я вот три засыпал же хватит что ну давай нормально можно что-то мне кажется хватит нормально давайте попробуем чтобы у нас пяточка нам не мешала ну она немножечко торчит то есть чтобы нас мы берем всю эту крупу сейчас вы не сгоняем делаем узелок можно без узелка то есть если пяточка не напрягает внешне или она там не сильно торчит пяточка прям напрягает вот бывает больше например и без без пяточек бесит ага то есть узелок прям затягивай хорошо вот у нас полетит крупа попал пшенку собирает но и сверху мы тоже вот у этого основания завязываем узелок просто нам так удобнее будет держать фиксировать да ну теперь надо и попробовать мне кажется раз уже сделали я тоже знаю кто это будет делать я конечно я эксперименты на меня секундочку чем реально хороша крупа тем что они не так больно ударят как те же теннисными что пойдемте попробуем покрутить лен научишь пойдем так ну для начала давай проверим смотри делаем траектор ну вот смотри делаем кружочек одной рукой ага получилось получилось теперь второй рукой давай не 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 вот да 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 давай а одновременно да одновременно хорошо молодец молодец а теперь смотри сейчас как отпущу делаешь вот так хоп хоп а потом перекрест так сейчас попробуем давай попробуем я понял я понял да в другую сторону как будто так смотри ай ай потому что мимо сейчас подожди я понял вот этот принцип нет нет а как почему за попробуй еще раз попробуй так смотри сначала вот восьмерочку поди а вот да Раз, два, ага. Восьмёрочку. И сейчас нужно это двумя. Теперь вторую восьмёрочку рукой поделать. Друзья, вы запоминаете? Если вы вдруг не запомнили наш мастер-класс, в интернете всегда можете посмотреть на нас, либо на другие видеозаписи. Но я надеюсь, что мы получим. Так, а как это совместить-то? А ты, смотри, ты одновременно делаешь две восьмёрочки. Две восьмёрочки. Ну, у тебя почти получается. Почти. Да, да, да. Хорошо. А ещё какое-нибудь ещё движение можно? С этим я почти разобрался. Ну, вот смотри. Есть вот такое движение, которое сейчас тебя, возможно, напугает. Вот такое вот. Ого. Напугала. И потом разворот с таким движением. Ну и обратный разворот. Кстати, у неё бы огонь в руках был сейчас. Вот. Очень страшно. Смотри, как легко его сделать сначала? То есть мы его как осваиваем? Мы сначала делаем восьмёрочку одной рукой. Восьмёрочку одной рукой. Потом как бы в двух плоскостях мы их соединяем. Руки у нас как будто вот они склеены, как будто мы палочку между ними. И мы двумя руками восьмёрочку делаем. Молодец, Дик. Только главное, чтобы они у тебя шли параллельно вот сейчас. Да, 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 идут параллельно. А потом у тебя идёт закрутка. То есть ты, получается, сделал восьмёрочку, и вот эта рука, которая сверху, она как гладит к локтю. От запястья к локтю проводит. Будем гладить. Так. Да. Хорошо. Так, так, так. А вот я его поднимаю, он запутывается. Как сделать, чтобы они не запутывались? А это надо плоскость, 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 плоскость. Контролируй натяжение, ты должен чувствовать, что у тебя происходит на другом конце. Я думаю, что вот на этом мы и закончим наш мастер-класс. А, слушай, давай красиво будет в кадре. Давай, крути. Крутишь. Крутишь. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот на такой красивой и позитивной ноте. Мы хотим сказать огромное спасибо художнице Елене Кадыровой, которая рассказала нам, как в домашних условиях возможно научиться вот такой захватывающей технике фаер-шоу. Кстати, посмотреть на выступления настоящих фаерщиков вы сможете на «Красной вечеринке», которая пройдет 30 августа в клубе по адресу Шевченко 9. Спасибо большое. Наша программа продолжается.